Ребята, у меня для вас есть очень важная информация. Пожалуйста, досмотрите до конца, так как она касается всех наших проектов. Рома и Ваня больше не являются участниками команды Дюшес. Как вы понимаете, у каждого человека есть свои мечты, свои цели. И Ваня с Ромой не исключение, они решили пойти по своему пути. С этого момента все их действия в интернете, это создание каналов, стримы, рекламы, публикации в соцсетях, никак не относятся к каналу Дюшес, Дюшес Геймс и Дюшес Тим. Ребята сами приняли решение уйти и продолжить свой путь в новом для них направлении. Повторюсь еще раз, это их собственное решение и оно никак не связано с нашим временным пребыванием в Таиланде. Ну, так получилось. Хоть они и ушли с команды, мы с ребятами ценим их вклад и было реально круто. Лично от себя хочу пожелать им успехов и удачи в их начинании. Ну а что касается нас, мы продолжим снимать видеоролики, качественные, интересные, масштабные, крутые и сделаем все, чтобы добраться до 10 миллионов подписчиков, несмотря ни на что. В самые трудные моменты нашей карьеры вы всегда оказывали просто нереальную поддержку для нас. И я надеюсь, что сейчас не исключение и вы просто окажете мощнейшую поддержку для нас. Надеюсь, что мы прояснили ситуацию и вопросов касаемо этой ситуации нет и больше не будет. Огромное вам спасибо. Ребята, всем привет! Добро пожаловать в новый крутейший челлендж. Сегодня у нас с ребятами будет соревнование друг с другом. Сегодня мы будем выявлять лучшего и выявлять худшего. И я хочу вас сразу попросить, пожалуйста, досмотрите ролик до конца, потому что от вас будет зависеть, кто победил, а кто проиграл. Ну, что сразу я-то? Как всегда. Потому что вот так и совпало. Понимаю. После просмотра этого ролика вам нужно будет перейти в наш телеграм-канал, вот он, ссылочка будет в описании, и проголосовать за лучшего участника. И тот, он наберет меньше всего голосов, по вашему мнению. Получит очень жесткое наказание, так что сегодня вы решаете, кто будет побеждать. Ну, а идея сегодняшнего ролика в том, чтобы построить дом из картона лучше других. Кто будет лучше, тот победит. Кто будет худше, тот проиграет. Погнали! Для этого видеоролика мы купили три упаковки картона, в каждой пачке по 15 листов. Это наш ограниченный бюджет на создание домика. То есть, если ты сделал дом, и, допустим, тебе не хватило картона на крышу, ну, вот так и остается, и вы будете уже решать, плохо это или хорошо. Ну, в таком случае, наверное, это уже заведомо проигрыш сразу же. Так что, главное уложиться в бюджет. Так, первая пачечка, 15 листов, уходит Русику. Русик, забирай. Так, это тебе. Держи тоже пачечку. Это тебе. Также у нас с ребятами есть вот такая вот пачка картона. Мы ее, наверное, поделим. Это будет на какой-то декор. Короче, ребята, правила очень просты. Строим домики, оцениваем, и наши зрители оценивают наши постройки. Собственно, все. Ну, все, давайте расходимся. Все, давай. Куда? Подожди, мы забыли. Ну, что? На нас не подписались. Вы не подписаны, что ли? Походу, нет. Ну, вот я чувствую, не подписан человек сидит. Ну, у меня тогда для вас есть плохие новости, ребят. Для мальчиков плохие новости, для девочек хорошие новости. Сейчас процент просмотра наших роликов, 52% это мальчики, и 48% это девочки. Девочки, вы молодцы, вы начали активно смотреть канал Дюшес, и вы скоро просто обгоните пацанов. Пацаны, ну, я не знаю, что вам сказать, но это печально. Пацаны, вот сейчас коллективно соберитесь и просто нажмите на красную кнопку подписаться. Подпишитесь на канал, чтобы вырваться вперед. Ну, а вы, девчонки, тоже не останавливайтесь. Нажимайте на кнопку подписаться, и тогда вы по-любому обгоните пацанов. Посмотрим, кто на канале Дюше самые активные, мальчики или девочки. Кнопка подписаться находится прямо под этим видеороликом. Так как у нас ограниченное количество картона, надо очень грамотно распределить все свои ресурсы. У меня, в принципе, уже есть задумка, что я буду строить. Мы как-то с ребятами очень давно, ну или не так давно, зимой хотели построить иглу. Это традиционное жилище эскимосов. Выглядит как-то вот так. Как я его хочу построить? Традиционно оно выглядит как-то вот так. И состоит оно из блоков льда, из кубов таких. Но я думаю, строить такой иглу из картонных блоков, это не очень удобно. Поэтому вот эту вот часть округлую я сделаю из вот таких вот треугольников. И благодаря этой схеме у меня наверняка получится сделать хорошую сферу, и она будет выглядеть как настоящая игла. В строительстве чего-либо из картона я не особо силен, честно сказать. Поэтому я решил сделать такой, самый вот каноничный домик. Вот просто вот домик, самый стандартненький. Чуть-чуть его украсить. И самое главное, что за счет простоты его конструкции, мне нужно будет немного картона. Поэтому я могу сделать домик большим. Прям полноценный домик, в который может поместиться человек, и в принципе, просто там покайфовать. Поэтому давайте не будем медлить, сразу же приступим к расчетам. Надеюсь, что всего картона мне хватит, и домик получится действительно большим и красивым. Олды канала знают, что у нас есть канал Дюшес Геймс, где мы играем в компьютерные игры. Так вот, мы там играли в Майнкрафт и строили различные дома. И у меня есть такая привычка, что я начинаю строить сразу какие-то современные дома в стиле хай-тек. Вот я строю то, в чем бы хотел жить. В данном случае я буду жить в коробке, судя по всему. Как-то так. Короче, я хочу попробовать построить современный дом. Вот что-то вот, типа, ну не вот это вот, а что-нибудь поинтереснее. Там, не знаю, с панорамными окнами, там, с каким-то красивым и интересным дизайном необычным. Хотя не знаю, получится это у меня или нет, но мы с вами попробуем это сделать. Ну вот, у меня из двух листов картона получилось 30 треугольников. Сейчас я им придам финальную форму и, пожалуй, приступлю сразу к склейке. Потому что так я точно не знаю, сколько мне их надо. В принципе, первая стенка моего дома готова. Осталось сделать еще одну такую же и две, которые будут немного отличаться. Так, одну створку дома мы сделали. Я считаю, что дом будет прям реально крутой. Наверное, вам, конечно, решать. Мне нужно сделать вторую еще створку. И я думаю, что, чтобы не подсчитывать все, я сделаю вот так. Я просто обведу и пойдет. Так будет быстрее и, я думаю, что будет точнее. Это задняя сторона моего дома. Вот такой ширины будет дом. Так, это вот, я не знаю, как вам объяснить, но это вот типа будет передняя стенка. Сейчас попробую показать. Вот, это зад. Это будет вот так вот спереди стоять. Вот, здесь вторая стенка, она будет чуть ближе. Короче, тяжело объяснить, но это будет достаточно прикольно. Дом будет реально большой. Самое главное то, что пока что получается все делать. Пока что я не могу сказать, что что-то идет не по плану. Короче, я ошибся. Я неправильно сделал. Я забыл сделать вот эту штуку под крышу. Я еще вам такой показываю. И такой... Ну вот, смотрите, это перед будет. Вот так вот, а это зад. Я такой думаю, а что у меня крыша такая кривая будет? Ну, где вот это вот острие для задней части? Все. На Карково. Ладно, из этого что-нибудь другое сделаю. Какую-нибудь другую деталь. Основные детали для купола моего иглу готовы. Осталось их только согнуть и начать склеивать. Надеюсь, я сделал все правильно. Я сделал заготовки для двух стен своего дома. Мне осталось сделать еще две стены, но это гораздо проще, чем вот это. Потому что мне нужно всего лишь отрезать от этого листа определенную часть картона. Собственно, давайте это и сделаем. Так, я вырезал где-то половину деталей. Мне осталось сейчас доделать основные, и после чего я могу уже приступить к сборке. Сборка, мне кажется, это самое интересное. И в конце мы обязательно каждую из наших конструкций покрасим в цвета, чтобы это было прям реально очень красиво. И я надеюсь, что сегодня будет прям максимальная конкурентоспособная борьба. Все треугольники я согнул. Осталось самое интересное, их склеить. Сейчас и приступим к этому. Короче, ребят, у меня дом, наверное, будет самый детализированный. То есть там будет не просто как бы коробка и крыша, там будут такие вот всякие изворотики. Что-то в стиле хай-тека, короче. Этот дом я увидел в игре Майнкрафт. И я думаю, видно было и на таймлапсе, как я сижу и пытаюсь подсчитать что-то в калькуляторе. Я пытаюсь перевести количество блоков в реальную жизнь. Я вам скажу, что у меня мозг просто взрывается уже. И если у меня сегодня получится, официально могу сказать, что так сделать возможно. Все основные детали моего дома готовы, поэтому можно смело приступать к его сборке. Минус того, что дом большой, одному его клеить практически невозможно. Приходится одну стену клеить по половине. То есть сначала промазать одну половину, приклеить, а потом вторую. Сложно, но надеюсь, что результат вам понравится. Так, я сделал верхушку своего иглу. И теперь я буду с помощью вот таких вот полос, линий, так сказать, змеек из треугольников, буду идти слой за слоем вниз от самой верхушки и до основания. Я думаю, это будет просто изюминка. Фух, ребята, все, я нарезал. Наконец-таки я могу начинать все это склеивать. Так, мне нужен мой клеевой пистолет, и я начинаю склеивать маленько мой дом. Я надеюсь, что проблем таких, какие были у Макса, у меня не будет. Сейчас мне нужно одну из стенок склеить вот таким образом. Так как у меня детали достаточно большие, склеивать будет проблемно. Поэтому я решил попробовать сделать вот такие вот штуки из картона. Это, знаете, типа петель, которые держат дверь. То есть я сейчас вот так вот приклею. Раз, два и три. Приклею сюда стенку, и потом уже шов хорошенько промажу клеем. Я думаю, что должно получиться. Давайте попробуем. Продолжение следует... Из-за того, что в последний раз склейку вот этих двух деталей, которые так и не склеились, мне пришлось ждать больше 30 минут, я решил переместиться под кондиционер дома, чтобы клей застывал в разы быстрее. Продолжаем. Из-за этой жары и солнца у меня не склеивается картон, и расклеиваюсь я при этом. Все становится хуже и хуже с каждой минутой. Меня это бесит и злит. Так, ну что, ребята, мой дом помаленьку собирается. Здесь, конечно, немножечко перемудрено все, но давайте я вам расскажу. Смотрите, это главный фасад моего дома. Здесь огромное панорамное окно, которое будет в дальнейшем реальным окном, но там будет не стекло. Я решил взять либо какой-нибудь целлофановый пакет, либо, может быть, пищевую пленку. Короче, приклеить ее с той стороны, чтобы было, ну, типа, реально воссоздалась иллюзия окна. С этой стороны два окна, это типа разделение на второй этаж, ну, как будто там есть что-то, и это два этажа. Сам вход у меня находится с вот этой стороны, то есть это уже как-то, ну, немножечко нестандартно. Вот, и сбоку зашел и пошел в дом. Здесь вот есть нюанс. Здесь нужно было просто продлить стенку и просто не заморачиваться. Но решили перемудрить, и вот получаете. Я не знаю, для чего это будет, но... Короче, это дополнительное время, дополнительный картон, и я не знаю, есть ли вообще смысл в этой постройке был. Но в целом дом выглядит неплохо. Я еще кину сверху крышу с этой стороны, с той стороны заделаю окна. После чего мы с вами покрасим этот дом, и мне кажется, что получится реально очень-очень круто. В общем, как-то так, ну, а пока что нам нужно дальше клеить. Потому что работы еще много. Еще нужно сделать трубу, потому что в таких домах, как правило, есть камины, и будет труба сверху, это будет прикольно, мне кажется. Клей нагрелся, можно приступать к склеиванию стен. Они почему-то уже самостоятельно склеились от чего-то вот вдруг. Ну да ладно. Хочешь, чтобы было надежно, добавь больше клея. Собственно, чем я сейчас и занимаюсь. В общем, каждый раз, когда мы что-то делаем в видеоролике, что-то сделав, я, ну, еще раз удостоверяюсь в том факте, что у меня немного иногда вот что-то с мозгом случается. А именно его отсутствие. Ха! В общем, изначально вот такой размер дома планировался, а потом я подумал, а как я буду клеить крышу? Ответа я так и не нашел. Поэтому какое решение? Просто рубим его примерно на метр в высоту, и он получается такой маленький, аккуратненький домик. Да, конечно, хотелось сделать прям полноразмерный дом, но, ну, нужно гораздо больше, чем 15 листов. Моя игла получилась слишком низкая, поэтому я решил добавить еще один слой, но уже не из треугольников, потому что они очень плохо клеятся, а вот просто вот таким сплошным слоем. Я думаю, должно получиться вот так вот. Ну, или хотя бы вот так вот. Сейчас я просто понимаю, насколько сильно я обосрался. В принципе, типа, ну, вроде бы нормально. Здесь можно будет поставить там кроватку какую-нибудь, тумбочку, ковер постелить. Но для того, чтобы приклеить последнюю стену, мне нужно, наверное, вынести это все на улицу и клеить это там, потому что в противном случае я просто не смогу вынести это из дома. А если я не смогу вынести это из дома, соответственно, я не смогу это покрасить. Кайф! Самое сложное, ребят, это крыши сейчас. Я не знаю, смогу ли я справиться без посторонней помощи, потому что вот эта штука должна быть вот здесь. Но как это все приклеить ровно, чтобы и здесь как бы одинаковый зазор был и здесь? Так, ну, наверное, проще будет посадить сначала на вот эти две штуки. То есть вот так вот я ее закреплю, и она будет так открываться. И здесь снизу уже как-то подлазить, как-то подклеивать. Так, ну ладно, давайте попробуем для начала эту штуку приклеить. Так, ребятки, можете меня поздравить. Так, мы здесь все склеили. Крыша склеена, сейчас она будет супер надежная. У Максу ты ходячий гараж. Сейчас я еще сделаю вот этих вот замочков с этой стороны, петелек. И мы последнюю часть приклеиваем, и все. И после этого мы с вами переходим уже, наверное, к окнам. Там посмотрим. Я еще подумаю, что можно еще добавить. С клеевыми пистолетами мне сегодня очень не везет. Поэтому я решил взять двойной скотч и зафиксировать вот эти вот части вон к той стене. Надеюсь, что хоть так это будет держаться. Так, ребят, я сделал второй уровень своей иглу. Теперь осталось сделать вход. Собственно, туннель. Вот я его нарезал. Осталось только приклеить. Так, телеканал Дюшес, можно поинтересоваться у вас? Скажите, а почему вы решили сделать именно полномасштабный домик? Я вообще изначально думал, вот получится сделать полноценный дом из картона. Из одного слоя. А сейчас оказывается, что не получилось. Насколько я знаю, изначально мы думали делать именно маленькие домики. Ну, то есть миниатюрные копии. Почему вы решили пойти против правил? Это было не правило, это были лишь предположения. Да, это было обсуждение и предложение со стороны Русика. Абсолютно точно. Но я вот что-то вот такой вот. Вот такой вот я тип. Решил взять легкую победу? Решил проиграть очень по-тупому, получается. Мы остаемся на связи и продолжаем смотреть и наблюдать за Максом. Дача на прокачку. С вами Экзибит. И сейчас мы из этого корыта будем делать конфетку. Будем делать конфетку. Короче, смотрите. Насколько я хочу уменьшить вот эту штуку. Вот. Это будет ширина моего дома. То есть вот так я сейчас срежу. И, собственно, буду продлевать вот здесь вот эти вот стены. И домик у меня будет вот такой по ширине. И по длине, наверное, ну, примерно такой же. На все про все у меня очень мало времени. Поэтому погнали. Вы будете смотреть, как я разрушаю сейчас очень много часов своей работы. Опа. Это что у нас? Часть дома вырисовывается сразу же. Вот. Я сделал. Да. Вы, возможно, скажете, что-то пошло не по плану. Тут все пошло не по плану. Абсолютно. Начиная вот от этого. Заканчивая вот этим. Вы это не видели. Но ничего. Скотч все исправит. Всего лишь при помощи синего скотча мое жилище стало выглядеть уже куда более симпатично. Как там у пацанов дела? Ну, слушай. Андрюхин дом выглядит потрясающе даже на этом этапе. А вот... Макс, а где твой дом? Давай я не буду отвечать пока на твой вопрос. Это третий, да, по-моему, уже? Второй. Не, я видел большой, средний и маленький сейчас вижу. А, ну, получается, что третий. Мой дом готов. Наверное, надо еще пару элементов декора добавить. Ну, изнутри больше на будку похоже, конечно. Так, в общем, дабы скрыть все изъяны моего дома, а их очень много, я начал с того, что сделал вот такие вот обналичники, которые у меня пойдут на угол. Я их сейчас вот так приклею. Покрашу их в другой цвет, чтобы они выглядели плюс-минус органично здесь. И приступлю к изготовлению крыши. Ну что, переходим к покраске. Ребята, я полностью покрасил свой дом. Посмотрите, как он выглядит. Белый фасад, красная крыша, черная труба. Выглядит, по-моему, прям шикарно. Сейчас я хочу попробовать сделать окна. Я не уверен, что это получится. Если не получится, оставлю все так, как есть. В принципе, выглядит неплохо. Но если получится, это просто плюс 100, вот реально, к внешнему виду. Это будет круто. И делать я окна буду при помощи пищевой пленки. Все очень просто. Приклеиваешь пищевую пленку, отрезаешь снизу, и все это делаешь, ну, естественно, изнутри. Получается визуально окно. Короче, выглядит как-то так. По-моему, не очень, нет? Пацаны! А можете мнение выразить? Обойдите с той стороны, посмотрите, как лучше, с окном или без. Хмм. Ну, с окном как будто получше. Думаю, как будто бы нет. Выглядит как будто бы, типа, просто, знаешь, когда дом строили, и работяги такие, а, чисто, чтобы ветром не задувало, бахнули так, и все. Или вот, знаешь, когда разбили стекло, и вот новая пока идет в доставку. Серьезно? Ну, да. Примерно вот так будет выглядеть моя дверь. Простенько, без вкуса, ну, в общем, как обычно. Осталось приделать ручку и приклеить саму дверь. Короче, я решил сделать окна. Не знаю, успешно это будет, не успешно, нужно оно или не нужно, но, короче, давайте сделаем. А судить уже будет вам. Пацаны! Да, да. Помогите, пожалуйста, я задохну сейчас. Что от нас требует? Я замуровал себе, можете поднять дом? О, боже. Вот это глоток свежого устала. Все, официально мой дом готов. Русика тоже готов, меня готов, осталось дожаться Максуту и смотрим презентацию наших домов. Посмотрим, у кого получится лучше. Я подготовил свой домик к тому, чтобы начать устанавливать для него крышу, но, к сожалению, одному мне не справится. Собственно, сейчас мы с Русом будем накрывать крышу. Все, всем пока. Вот такая дверь. И вот такое вот окно. В принципе, нормально. Моя изба готова. Выглядит это, конечно, в разы не презентабельнее, но я старался, честно. Пацаны, я готов. Ну что, ребята, наконец-то мы все доделали. Мы потратили очень много времени, чтобы вы понимали, этот ролик снимался не день, а целых два. Конечно, по внешнему виду не сказать, что это снималось долго и не сказать, что мы это делали долго, но, честное слово, мы задолбались просто капец как. Мы устали. Это реально сложно. Но, в целом, мне понравились соревнования, соревнования интересные, прикольные. Хорошие такие были. Давайте перейдем к первому нашему испытуемому. Русик. Подопытный? Подопытный, подопытный кролик. Это наш Русик. Он сделал первую в мире огромную кепку из картона. Так, ну, Русик, рассказывай, что у тебя тут. Концепт у меня заключался, что это должно быть похоже на иглу, но что-то пошло не по плану. У тебя телефон с собой? Да. Загугли иглу, пожалуйста. А, ты хочешь сравнить, я понял. Сейчас я посмотрю, давай. Да, может, не надо, парень. Вот. Ага. По-моему, один в один. Ну, не знаю. Если, ну-ка, а бейсболка загугли? Так вот, я тебе могу показать. Найдите хоть одно отличие. Нужно кепкой. Слушай, ну, мне кажется, вот эта часть должна была быть выше, да, по идее? Да, должна была быть. И более округлая, наверное, типа. Пацаны, помогите мне, пожалуйста. Поднимите его вверх. Отпускай. Ладно, все, снимайте. Все, каламбур закончился. В общем, ребят, сейчас внимательно посмотрите и оцените домик Русика от 1 до 10. Так, ну а мы переходим к следующему домику. Это самая переделанная версия, которую я только видел. Версия Максута. Когда он начинал, он сделал сначала полномасштабный дом. Потом сказал, я чуть поменьше сделаю. Потом сказал, я еще чуть поменьше сделаю. В общем, изначально мой дом должен был быть, ну, примерно еще половина моей руки в высоту. Потом он должен был быть вот таким. И по итогу вот такой. Ну давай, рассказывай, где вход там, что у тебя внутри? Я думаю, тут все видно сразу. Вот вход, который не открывается. А это что такое? Это? Нет, вот это. А, ну это надо было замазать. Здесь у меня вот такая вот штучка резная, прикольная. Здесь точно такая же штучка. Закрываются ставни на окне. Вот, собственно, вот этот, ну, знаете, деревенский вот этот треугольник. И, в принципе, все. Просто, знаете, вот если домик поднять повыше и куриные ножки приделать, будет избушка, получается. Не, оно, в принципе, сейчас даже похоже на такой домик в деревне, да? Да. Такая типичная избушка. Прежде чем оценивать домик. С ног сшибательный. Помните, что он действительно с ног сшибателен, потому что у нас оператор только что упал. Вот такой дом получился у Максуты. Очень прикольные вот эти вот штуки. Здесь, здесь. Выглядит достаточно натуражно. Очень тяжело было понять с размерами, чтобы это выглядело достойно. Максута первый раз ошибся, второй раз ошибся, третий раз попал. Второй раз было нормально. До того момента, пока я не собрал стены и не начал понимать, что они просто вот не стоят. Внимательно посмотрите на домик Максуты и также оцените его от 1 до 10. Ну и, собственно, давайте перейдем к моему домику. Я сделаю его в стиле хай-тек. Что-то там на современном, на каком-то молодежном. Собственно, что мы видим? У нас есть вход. Он идет сбоку. Уже маленько нестандартно. Здесь у нас огромные панорамные окна. То есть там как будто зал. Ты такой заходишь и на два этажа просто окно огромное. Здесь идет разделение на два окна. Это второй этаж. Также, идите сюда, здесь есть вот такая вот пристроечка маленькая. Я не знаю, для чего она используется. Но я так думаю, что там, наверное, какая-то котельная, типа. Котельная. Вот у нас есть труба, откуда все наваливает дым. Так, ну начнем с того, что ты его покрасил. Это уже вау. У меня вопрос, почему вы не покрасили? Там краски, полный стол. У меня задумано именно вот так, чтобы выглядит. Хорошо, ты почему не покрасил? У меня тоже так задумано. Ты же хотел. Ты же хотел. Я хотел, но ты бы знал, как я убился уже под конец. Я три раза его перестроил. Три раза. Ну, собственно, получилось как-то вот так. Не, ну дом крутой. А где дверь? Дверей нету. Я так подумал, думаю, то может как-то приклеить. Не знаю, мне показалось, короче, что это как-то стремно будет. Не знаю, мне нравится, короче, без дверей. Тут еще окна, это очень спорный такой момент, максимально спорный, потому что двое человек сказали, что это стремно. Максута и Тимофей. Русь сказал, что нормально. Сам факт, что есть стекла, это уже прикольно. Я думаю, что сейчас самое время оценить мой домик от 1 до 10. Ну что, ребята, я думаю, вы определили своего фаворита. Прямо сейчас переходите в наш телеграм-канал. Там уже висит опрос, кто победил. Максута, я, либо Русик. Именно от вас зависит, кто проиграет в этих соревнованиях, а кто выиграет. И я напоминаю, что проигравший получит наказание. Наказание мы опубликуем ровно через 24 часа в нашем телеграм-канале. И все сейчас зависит только от вас. Надеюсь, вам понравился видеоролик. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»